Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как уберечься от пожаров дома и на природе в жаркий летний период? Какие элементарные правила безопасности нужно соблюдать гражданам? И что включает в себя противопожарная профилактика? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии руководитель управления гражданской защиты администрации города Самара Владимир Мостовой. Здравствуйте, Владимир Викторович. С наступлением жары. Уж можно предположить, что статистика пожаров меняется, увеличивается. Вот в этом сезоне как было? Действительно происходят такие всплески пожаров? Вы знаете, я бы не сказал, что происходят всплески пожаров, которые связаны с жарой. Как это ни странно. Нет, вот тут надо понимать. Я специально ожидал этого вопроса. Вот у нас, допустим, за 16-й год, ну за этот год, с 1 мая по 1 июля, значит, взяли мы количество пожаров. 185 пожаров. Май 99, июнь 86. В 15-м году, в прошлом, 189 пожаров за этот же период. Вопрос в другом. Где эти пожары происходят? Летом, как правило, эти пожары происходят в большей части частный сектор или же там, где отдыхают наши граждане. Понимаете? По количеству, как бы, может быть, можно сказать, что это не большой перепад, а вот по качественному составу этих пожаров это совсем другое. Потому что летом все сухое, все подлежащее, так сказать, горению в быстром темпе. Поэтому летом это свои проблемы, да. Даже взять элементарный вопрос, казалось бы, вот у нас сейчас только закончится период тополинного пуха. Но ведь многие из горожан понимают и помогают даже в этом вопросе. Но, к сожалению, есть люди, которые, может быть, не совсем понимают. Особенно дети. Вот пуху наметают очень много, большие лежат. Они подходят и поджигают. Они подходят, поджигают. А этот пух, вполне возможно, он где-то под гараж идет. А в гараже там масло или бензин. Вот результат потом плачевный. Казалось бы, элементарно тополинный пух. Сколько на это уходит борьбы, времени, сколько льется для этого воды. Вот нашими всеми управляющими компаниями просим их во дворах, поливают, разливают и так далее. То есть вот проблемы возникают даже там, где, казалось бы, их и не ожидаешь. А казалось бы, просто вот если бы те же родители разговаривали с детьми, объясняли им, что ни в коем случае нельзя брать спички в руки, что-то там поджигать на улице, тем более дома. Ну да, все же слышат и знают, что детям спички не игрушки. Это же не просто так родилось. Дети берут спички, берут зажигалку, берут и поджигают. Да. Как это? Как работает управление в этом отношении, чтобы противостоять пожарам? С какими службами вы сотрудничаете? Как именно летом выстроена ваша работа? Значит, вот в этом вопросе, именно в вопросе недопущения таких случаев, у нас выстроена работа с департаментом городского хозяйства. Объясню как. Они еженедельно, департамент проводит большие совещания с управляющими компаниями. И все управляющие компании города, а их более сотни, они собираются в департаменте, ну и для постановки вопросов там по всевозможным направлениям. Вот этот вопрос, это одно из наших направлений, поэтому ставим задачи, просим, именно просим, что уделить этому самому максимуму внимания. Департамент, допустим, МП, наше благоустройство, они машинами, когда поливают дороги, поливали машины, мы также их просим, чтобы они заходили в квартал, где возможно зайти, где возможно этой машине проехать. Она же машина большая, она ведь по тротуарчикам не проедет. Они там занимаются поливом воды. Ну, если вы заметили, обрезка деревьев происходит в городе, то полям уделяется максимум внимания, их стараются обрезать так, чтобы они потом уже, когда дадут новую поросль, соответственно, чтобы уже не было этого пуха. Ну, как бы удается. Но это очень дорастующее все удовольствие, конечно, требующее внимание. Вот вы особый такой акцент сделали на частном секторе, пожар в частном секторе. А что вот горит, это вы имеете в виду дома в исторической части города, или не обязательно? Не обязательно дома в исторической части города. Конечно, у нас историческая часть города деревянная, там тоже, к сожалению, очень много пожаров. Прошлый год, я помню, выгорело сразу четыре дома. А частный сектор имеется в виду, что люди на улицах держат всевозможные материалы или создают там запас чего-то, то, что горит. Во дворах. Во дворах, да. Хотя есть четкое понимание, что можно, что нельзя. Есть постановление, которое определяет, каждый житель дома, он дорого иметь то, то и то. Ну, не буду перечислять, что. Но, к сожалению, этого не всегда добиваемся. Мы стараемся, пытаемся это дело все делать, но мы же не можем войти во двор и наказать хозяина этого двора за что-то. Частная собственность тоже. Частная собственность, да. Но если у него случается пожар, забор деревянный, ну, представляете, он же рядом, соседу доходит. Таким образом все быстренько происходит, негативное развитие событий. У нас как раз есть сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Подсоединить пожарные рукава, вовремя подать воду. На соревнованиях Яков Синельников действует, как в реальных условиях. Благодаря ему в апреле село Покровка не превратилось в выжженное поле. По СМС очевидцы предупредили, горят пастбище. Не теряя ни минуты, команда пожарных добровольцев выехала на место. До приезда основных сил мы начали тушить. И отсекать огонь от деревни, чтобы где-то до деревни оставалось метров 300. На соревнованиях профмастерства собрались порядка 30 команд со всей области. Задача как можно быстрее поразить предполагаемый очаг возгорания. Добровольные дружины и команды проходят испытания отдельно. Добровольные пожарные дружины от добровольных пожарных команд отличаются тем, что не снабжены спецмашинами. Они работают вот с такими помпами. Их на автомобиле подвозят к водоему. Здесь его имитируют вот такая вот емкость. И этой водой тушат пожар. Современность, точность и главное время подачи очень здорово влияет на итоги тушения пожара. Поэтому и в первую очередь оценивается по критерию именно поражения мишени. Сегодня в регионе около 300 добровольных пожарных отрядов. Создавать их начали 5 лет назад. И сейчас они есть в каждом сельском поселении. В то время как профессиональные пожарные части только в райцентрах. Как правило вступают в ряды добровольцев неравнодушные жители, которые в любое время готовы прийти на помощь окружающим. Прежде чем выйти на борьбу с огнем, проходит обучение в пожарных частях. Мы не можем же в каждом населенном пути организовать пожарную часть. Вот они первые приходят и уже потом приезжает государственная пожарная охрана. Они взаимодействуют. В обычной жизни он может быть механизатором, может быть фермером, может быть заниматься каким-то частным своим делом. А когда наступает беда, он становится пожарным. Самые ценные награды делятся пожарные добровольцы – благодарность жителей. Героями многие себя не считают. Яков Синельников скромничает. Люди в селе спят спокойно и это главное. Да, конечно, вот тема частного сектора, она и для сельской местности особенно актуальна. Ну и у нас такие же вот есть, это тоже частные такие. Анклавы. Да, что там тоже, наверное, возникают проблемы. Потому что вот как и с мусором, и с уборкой и так далее, наверное, с пожарной безопасностью тоже к частникам не особо-то зайдешь. Хотя вот в городе Самары и такие существуют. Существуют, да. И вот сюжет показал, что борьба с травой сухой. Ну, понимаете, вот около частного сектора, как правило, есть участки, есть поляны, есть там большие места, где растет трава. Ну, начинается пал этой травы. Что категорически запрещено постановлениями и городскими, и областными, законами, все возможное. Ну, может быть, опять те же дети пытаются поиграться. Пал травы, соответственно, этот пожар переходит на частный сектор, где это происходит. Ну, и потом уже без пожарных там не обойтись, потому что приходится тушить. А трава, знаете, это с виду, может быть, так можно подумать, что это там маленькие. Безопасно, да? Нет, это очень-очень серьезно. Если она идет большим фронтом, да, если еще и подует ветерок в сторону населенного пункта или там городского жилого сектора, неважно, то это очень быстро беда может случиться. Распространение идет большое. Поэтому также то, что касается травы, не надо думать, что это так вот сгорел там участочек и все. Этот участочек перейдет потом и на лесное какое-то насаждение, и на дома, и на все, что угодно. Ну, вот справедливости ради, конечно, не только в частном секторе происходят пожары. Буквально вот в последние дни очень много новостей о том, что горят в многоэтажных домах, квартиры. Буквально вот вчера в Октябрьском там районе пострадали, но вовремя вывезены люди, пострадало имущество. Вот опять же, все мы вроде бы знаем, как вести себя что-то, когда загорится, что нужно там собирать документы и выходить. Но есть, наверное, еще какая-то более распространенная информация, о чем необходимо помнить, если уже пожар начинается именно в многоквартирном жилом доме. Да, если пожар начинается в многоквартирном жилом доме, безусловно, там надо взять все имеющиеся ценности, документы, надо покинуть помещение. Обязательно, желательно, соседям сразу же сказать, чтобы они не ждали, может быть, они еще не ощущают этого. Соседи по цепочке передадут другим соседям, но при всем при этом нужно немедленно позвонить пожарным. 0,1. Понимаете, за этой суматохой может просто забыть человек, что нужно позвонить, но тем не менее, нужно помнить, что нужно позвонить. Вот вы упомянули Октябрьский район, горела крыша. Ну, я могу сказать, что до сих пор, в общем-то, конечно, отдел надзорной деятельности установят причину, все это будет выяснено. Но на первый взгляд, ну как может быть на пятиэтажном доме может загореться крыша? Именно на крыше был ведь пожар, он не с квартиры начался с какой-то, он начался с крыши. То есть я вполне могу допустить такую мысль, что там кто-то находился из людей. Что-то можно было делать, ну не знаю, это вопрос как бы открытый, но просто так, ничто никогда не загорается. Ну и вот как результат этой беды сгорела крыша целого, будем так говорить, части дома. Сейчас, конечно, по первоначальным прикидкам, там нужно минимум 10 миллионов для того, чтобы поменять эту крышу. Потому что крыша, там разлив воды верхняя идет, это утепление и так далее, и так далее. И сколько беды для тех людей, которые живут на верхних этажах. Ведь пожарные заливали водой для того, чтобы прекратить это все, а вода, соответственно, шла на тех, которые живут на пятом этаже и ниже. Это большая беда, поэтому внимание, внимание, еще раз внимание. И в данных случаях, конечно, скорость прибытия пожарных от этого тоже очень много зависит. Вы как-то сотрудничаете с пожарными? Потому что у вас дело-то общее. Мы не то, что сотрудничаем, мы ходим рядом, как говорится, и за руки держимся. Я вам приведу пример. Вот вы правильно говорите, о времени прибытия. Ну, у нас в городе, вот есть такой поселок Береза, аэропорт. Туда время прибытия подразделения пожарной охраны более 10 минут. Хотя по федеральному закону 123-му должно быть в пределах 10 минут. Для того, чтобы решить этот вопрос, для того, чтобы наши граждане все-таки как-то, не как-то, а безусловно, на 100% обеспечить их безопасность, значит, там создана добровольная пожарная команда. Вот в сюжете вы показали, это сельские поселения. У них там мотопомпы и все. Здесь случается совсем другое. Это дежурят пожарные, которые имеют огромный опыт работы. Значит, у них там есть автомобиль «Урал», который город, городской округ Самарова через управление, мы их финансируем. Мы им, так сказать, не платим им зарплату. Нет, ну, бензин, содержание машины, содержание там боевок, спецовок покупаем за наш счет все. И там есть добровольная команда, которая вовремя прибывает на пожары. В прошлом году, буквально за два дня до Нового года, там случился большой пожар. И если бы не эта добровольная пожарная команда, могло бы кончиться большой бедой. Загорелся целый подъезд ночью. Хозяин квартиры, с которой начался пожар, вместо того, чтобы людей предупредить, он сам убежал из страха. Ну, вот добровольная пожарная команда, это дело приехало и вовремя прекратило. И все знают, наши горожане, у нас есть поселок Шмидта, который, это сплошной частный сектор, это сплошные деревянные дома, и они находятся в зоне прибытия 10-минутной. Но, если состав какой-то грузовой перегородят переезды на ту сторону, пока не уберут состав, пожарная машина не может его перелететь. Поэтому вынуждены были также решения принимать. Там сейчас уже 4 года, могу ошибиться на плюс-минус 1 месяц, 4 года несет службу добровольная пожарная команда, которая вот через управление гражданской защиты также финансируется, которой мы закупали автомобиль «Урал», он городу принадлежит, он дан этой добровольной пожарной команде. По сотовому федеральному закону мы имеем это право и должны содействовать. И там, также, если случается пожар, то прежде всего на этот пожар прибывает добровольная пожарная команда. Ну, конечно, если вдруг переезд закрыт. Это вот о времени прибытия. А время прибытия четко определено. В городском округе это должно быть не более 10 минут, а в местах сельского поселения там не более 20 минут. Вот как мы пытаемся помогать нашим пожарным, федеральным служащим, как мы пытаемся помогать им выполнять это время. То есть город, что от нас зависит, мы делаем. Да, но главное, что это не просто волонтеры, да, это люди уже, которые владеют техникой всей безопасности и так далее. Они могут все, они знают все, они понимают все. И тайность этого они делают. Они, может, даже где-то работают в пожарных частях, но они же работают сутки там трое. Они имеют право в свободное время оказывать такую помощь, опять же, нашему населению. Да, вот вы сказали о том, что вот в поселках трудно как-то быстро доехать пожарной машине, но у нас зачастую внутри двора тоже машине пожарной трудно пробраться вот к пожару, к подъезду. Вот здесь что делать? Опять же, вот хочется сказать, какие-то вот штрафные, опять же, может, какие-то административные санкции применяются к нарушителям? Применяются, применяются к нарушителям. Потому что речь может идти даже о гибели человека, если... Это, прежде всего, об этом речь и идет. Я могу привести пример. В прошлом году городской округ Самара потратил 200 тысяч рублей на то, чтобы убрать вот такие несанкционированные перегородки, которые закрыли проезды. Мы же за это, в общем-то, тоже думаем. 34 таких проезда перекрытых было ликвидировано. Но они, тем не менее, появляются. Понимаете? Появляются, по мере возможности, конечно, мы это пытаемся перекрыть, пытаемся убирать. Вот сейчас, не буду адрес называть, два дома. Между ними, знаешь, стоят эти, ну, надолбы я их так называю, трубы вкопанные. Жители одного дома слезьмя плачут, уберите. Стоит беременная девушка, ей рожать, она туда скорая не пройдет. А рядом жители другого дома, не убирайте, потому что тогда нам заставят весь двор машинами. Как в этой ситуации быть? Вот сейчас я с главой района, ну, Кировская, будем так говорить, прошу его, значит, туда придут представители администрации, туда придут представители полиции, туда придут представители отдела надзорной деятельности для того, чтобы найти золотую середину и убрать все-таки эти препятствия, которые мешают. Ну, понимаете, и такое тоже бывает. И вот людям этим не надо, а этим надо. Ну, это самый сложный вопрос, когда вот сталкиваются интересы. Очень сложный вопрос. Разрешается, да. Очень сложный вопрос. Ну, здесь, да, какой-то здравый смысл должен получить. Конечно, преобладает должен здравый смысл, вы правы, да. Какие-то моменты чрезвычайных происшествий, они, конечно, это жизнь человека. Ну, любая служба, газовая служба, он тоже не подъедет туда, спецмашина. Скорая не подъедет, пожарная не подъедет. Я говорю, девушка, через полтора месяца рожать, она бедолага переживает, правильно, скорая не подойдет. Ну, слава богу, если будет там муж дома или родственники, выведут как-то что-то, а если одна? Да. Ну, вот еще такой тревожной зоны в нашем городе, мы начали про этот разговор, исторический центр нашего города, где, как бы, каждый дом и на счету, и там, и зодчество, и так далее, да и вообще человеческие жизни, и безопасность, все это усиливается в таком режиме внимания, и все-таки там происходит пожар, у нас есть сюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Еще свеж в памяти недавний пожар на пересечении улиц Самарской и Льва Толстого. 30 июня без жилья едва не остались несколько семей. По данным спасателей, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в кафе, что на цокольном этаже здания. Жильцам деревянных домов специалисты рекомендуют обращать повышенное внимание на проводку и в случае неисправности немедленно ее устранить. Если даже, например, при обходе выявляется, что в зоне собственника есть нарушение, то есть мы выдаем приписание собственнику на то, чтобы он собственными силами устранял в избежании пожара. А вот за состоянием электропроводки, которая идет по фасаду здания и в подъездах, должны следить управляющие компании. Раз в полгода проверяется каждый дом. Но если ситуация аварийная, жильцы вправе сами обратиться к коммунальщикам. Те, в свою очередь, отреагировать должны немедленно. Это там, где недопустимо, скажем так, нарушена изоляция на фасадах жилых домов, которые деревянные. Это там, где непосредственно, значит, уже есть места, скажем так, искрения в местах контакта. Эти места, значит, прошли, то есть весь этот фонд мы прошли, определили, значит, наиболее, скажем так, плачевное состояние, где необходимо срочно принять меры. Разработали сейчас план мероприятий, и управляющая компания, значит, сейчас будет проходить, значит, непосредственно по этим местам и устранять данные замечания. Всего в историческом центре города, а это в основном Ленинский и Самарский районы, около двух тысяч жилых домов, где необходим ремонт или полная замена электропроводки. В 160 зданиях работы решено провести немедленно. Большая профилактическая работа противопожарная все-таки ведется. А что входит вот в этот комплекс? Профилактическую работу? Ну, давайте вот, допустим, вот сейчас мы сюжет посмотрели, эти же деревянные дома. Очень много деревянных домов, в которых нет центрального отопления. Центрального отопления нет, есть печное отопление. Печное отопление, это, опять же, вот если этого не понимать и не отдавать себе отчета, что, казалось бы, ну, печь и печь, но это совсем не так. Вот если, видите, есть трубы на этих домах, да, трубы, ну, в большинстве своем, они в неблагоприятном состоянии. Они разрушенные, сломанные и так далее, и так далее. Если ниже уровня крыши опуститься, и там такая же будет труба, при ее накале, при наших морозах, когда все больше и больше печь начинают топить, по неволе тепло это где-то контактирует с деревом или еще с чем-нибудь. И где есть вот эти-то именно такие вот печное отопление, очень часто происходят пожары. Но вот электропроводка тоже живет, тоже зона риска, да? А электропроводка, безусловно. У меня всегда возникает вопрос, дорогие наши горожане, вот вы же ходите, это ваш дом, вы тут живете, вы видите эту проводку. Я согласен, что, допустим, управляющая компания не всякая может быть, изъявит желание сама прийти и всю проводку поменять. Но если я вижу, что на доме, где я живу, такая проводка, значит, надо идти в администрацию внутригородского района, обращаться к главе, обращаться в отдел ЖКХ, как-то доказывать, говорить, что нам немедленно надо это все сделать, тогда будет какая-то реакция. Но если оставаться просто безучастным, как в этом году в начале года горел дом, не буду адрес называть, там ведь тоже из-за проводки загорело все. Из-за проводки, и потом соседи же и говорят, да там давно уже искренне летели в разные стороны. Значит, это видели люди. А ответственность лежит на собственниках жилья в любом случае. Ответственность лежит на собственнике жилья в любом случае. Но они, в первую очередь, страдают, это тоже нужно. И они же и страдают. Никто не придет им не починить. Поэтому я говорю, ну вы же видите, значит, надо идти обращаться, надо просить на содействие какого-то, или самим принимать меры. Ну и потом не секрет, кто у нас проживает в таком, ну будем говорить, не совсем достойном жилье. Как правило, люди думают, ну вот золото снесут, дадут квартиру. Ждут и ничего не делают. Да, вложить сегодня 5 рублей, ну а зачем я буду вкладывать, тоже неправильно. А когда дадут квартиру? Дай бог, все дадут завтра. А если дадут после завтра? Ну это же время надо как-то прожить. Я часто бываю в таких вот домах, ну знаете, это просто жутко смотреть. И прежде всего людям нужно самим за своим жильем смотреть, ухаживать. Никто не придет со стороны и не скажет, давайте мы вам сделаем. Должна быть инициатива какая-то. Ну может быть вот запастись какими-то современными вот противопожарными средствами, которые вот есть? Есть. Мы может вот о многом и не знаем, что появляется, а вот такой рекламы обширной нет. Ну вы знаете, я не знаю. Что может приобрести вот, чтобы как-то себя обезопасить? Или на первый момент пожар, или даже не допустить пожар, чтобы там что-то сигнализировать? Если у вас стоит, допустим, вот у вас стоит огнетушитель. Я уверен, что в частных домах его нет, этого огнетушителя. Огнетушитель первое обязательно. Даже не в частных, а вот в квартире. В квартире, в любом, да, в любом. Он должен быть огнетушителем. Они есть всякого размера, есть всякого действия. То есть, ну, посмотри на свой вкус и цвет. Потом, вы, наверное, даже не знаете, может быть не знаете, продаются. Ну вот примерно вот такого размера сумочка красная. В ней шланг 15 метров длиной. Этот шланг, он диаметром как раз одевается на кухонный обыкновенный кран, посуду моете где. Он сюда одевается на этот кран, и на 15 метров уже можно, можно уже что-то как-то жалеть водой. Хотя, конечно, лучше самому не устранять пожар. Лучше позвать специалистов. Ну, всяко бывает, да? Ну, пока, вот до момента. Есть же такое тоже, есть. Потом продается в магазинах большие... Ведь сколько мы видим случаев недавно, помните, по телевидению показывали, не помню, какая область, когда отец выбрасывал детей в окно, а потом уже и сам выбросился. И хорошо жители внизу ковер растянули, поймали всех этих детишек, и его поймали. Там он руку сломал, но это... Но ведь продается такой большой длинный канат, который крепится внутри дома, за батарею или за что-нибудь такое. Поэтому канату можно всегда будет спуститься. Это тоже есть. Специализированные магазины, пожарная охрана. Главное желание найти-то можно. Главное желание. Я уж не говорю про те системы, которые существуют, но они, может быть, для кого-то дорогостоящие. Ну, можно поставить обыкновенную пожарную сигнализацию, можно сдавать определенным фирмам под охрану, и всегда с работы, всегда люди приедут, окажут помощь. То есть есть и технические. Ну, я назвал сразу такие, которые приемлемо каждому купить и у себя это дело иметь. Общедоступные. Понятно. Ну, вот те же горожане, они выезжают в летнее время часто на природу. Здесь вот о чем нужно помнить? Потому что гореть может и там, и хорошо. Гореть может и там. И привести к таким последствиям, что вот леса могут выгорать. Ну, вы видите, поскольку гектар горит, вот та же Иркутская область, сколько там сгорело. А прежде всего, почему это происходит? Выходят люди на природу. Хорошо, можно и нужно отдохнуть, повеселиться и так далее. Ну, элементарно. Не надо разводить костер под деревьями. Найти какую-то полянку. Можно просто взять, выкопать небольшую ямку, для того, чтобы никуда не разносилось все. И здесь организовать костер. И после того, как вы там сделали шашлык или что там сделали, не знаю, что там захотят, обязательно это все засыпать и добиться того, что огонь даже, чтобы не тлел. Ну, сядут люди на машину, уезжают. Тут ветерок. Раздуло, подуло. А что такое, допустим, пожар в лесу? Тоже хвойное дерево. Оно же горит, как спичка. Хвойное дерево. Оно горит, как спичка. Ладно, листва, лиственница, она еще не так. А хвоя, это хвоя. Она, это смола. Это смола. Это именно большая опасность. Тоже делаем. Аншлаги выставляем, шлагбаумы ставим. Вот в этом году, да и каждый год, издается постановление о введении особого противопожарного режима. И выступаю, говорю на эту тему, пишем на эту тему тоже. Ну, знаете, я не скажу, что люди у нас не относятся к этому никак. Относятся очень-таки добросовестно большинство. Но находится, к сожалению, какая-то часть населения, которая... В лесу не происходит огонь просто так. Там его никто не зажгет. Там молнии и так далее. Да ерунда все это. Это только вмешательство человека. Вмешательство, а потом большие неприятности. Тольятти, помните, у нас горело? Да, да, да. Вот я как раз... Сколько? Это же тоже там ведь определили, что это были отдыхающие, после них пошло это все. А там хвойные деревья. Вот почему так долго там тушили пожар. В общем, все-таки, хоть вы сказали, что статистика с приходом жары не увеличивается, пожар, все равно это очень такое время... Увеличивается статистика горения, вот именно, вот, как я сказал, вот таких вот местах, где там же та же трава, частные секторы и так далее, и так далее. Ну, это цифры говорят, я их не придумываю. На это нужно обращать, самое вот большое этому уделять внимание. Ну, у нас осталась буквально минутка до окончания. Вообще, как подводятся итоги вот таких вот сезонов пожароопасных? И что вы вот в этот сезон, какие планы вот строить на свою работу еще? Значит, мы не затронули с вами вопрос, но в городе есть программа пожарной безопасности. Целевая, да? Целевая программа пожарной безопасности, да. Там, значит, в ней принимают участие все наши департаменты городские. Эти деньги идут на устранение нарушений отделом надзорной деятельности, выявленными, и на другие мероприятия по пожарной безопасности. Подводим итоги, поступая с главным управлением МЧС, общая сводка с их цифрами. Это не мы цифры, мы статистику ведем, но мы ее все равно, эту статистику согласовываем с главным управлением. Бывает так, что не мы определяем, как этот пожар квалифицировать. Второе, там, третья степень и так далее. Вот, и по количеству, потом смотрим, что это у нас. Частный сектор, не частный сектор, жилые здания, нежилые здания. Вот если я цифру называю просто 185, понимаете, ну ее нельзя сказать, что это 185 зданий погорело. Сюда входят гаражи, машины, которые просто где-то сгорели. Это тоже входит сюда. Поэтому тут, когда уже эти цифры все разобьешь по этим категориям, тогда видно, что у нас было в этом году улучшение или ухудшение. Вот по итогам 2015 года улучшение с сравнением с 2014 годом. А сейчас еще рано. А сейчас еще рано, да, потому что вот бывает момент такой, что вроде бы раз много, потом оно, а в конечном итоге куда это? Вот посмотрим. Но обязательно стремимся к тому, чтобы, конечно, снижать, снижать, снижать. Сколько памяток печатается? Я мог еще два часа рассказывать, что мы делаем по этой работе. Профилактика, ну все равно, чем больше уделяешь внимания профилактике, то в любом случае, конечно... А это главный показатель. Если не будет профилактики, ну никак по-другому не достучишься. Да. Только профилактика. До осознания людей. До осознания людей. Потому что, конечно, о своей безопасности каждый должен заботиться сам. Прежде всего. Прежде всего, прежде всего. Надеяться на то, что вот приедет дядя и все решит, ну так тоже не надо. Надо думать самому. Спасибо большое за такой совет и за информацию. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!